Всем привет-привет! Всем отличной пятницы! Напоминаю, что в разделе «Сообщество», ссылка на который есть под этим роликом, есть анонс сегодня на Блиц-консультации. Переходите, записывайтесь, приходите. Что еще? Вся необходимая информация обо мне, о моих услугах, о личных консультациях есть по ссылке «Мои услуги» под этим роликом. И также есть ссылка на мой второй канал на YouTube, где вы тоже можете перейти и смотреть короткие расклады на одну позицию. По ссылке «Мои услуги» вы можете перейти и увидеть ссылку на мой Telegram-канал. А мы с вами сегодня сделаем расклад, который предложила Галина. Называется он «Мои идеальные собеседники». Какие они? Какими вы их видите? Есть ли они? О чем можно с ними поговорить? Наверное, что-то такое мы с вами посмотрим. У меня нет готовых вопросов. Вот посмотрим прямо в процессе, что будет приходить, то и будем смотреть. Позиции вы видите перед собой. Тайм-коды тоже есть в описании. Ну а мы с вами давайте приступим. Отодвигаем эти камешки сюда. Для себя еще я обозначиваю границы. Вот в камере как это будет все видно. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Смотрим. Единички ваших идеальных собеседников. Какие они? Люди, которые движутся куда-то, куда-то идут эти люди, куда-то идут, совершают какой-то выбор. Люди-победители по жизни. Сейчас все будем рассказывать. Смотрите. Начнем с последнего аркана, с аркана суда. Кто является вашим идеальным собеседником? Начнем суда. Это люди, которые могут быть для вас какие-то кармические. То есть, либо это люди, с которыми вы прошли уже большой путь. Это люди из ваших прошлых воплощений. Это могут быть ваши учителя. То есть, люди, через которых вы чему-то обучаетесь. Но вот общая вот такая линия этих арканов говорит о том, что ваши собеседники – это люди, которые прошли какой-то путь. Путь непростой. Путь, в котором нужно было переродиться. Путь, в котором нужно было от чего-то отказаться. Путь, где люди, невзирая на какие-то трудности, выбрали для себя позицию победителя. То есть, это не значит, что они получили тот результат, который они себе загадывали, хотели. Это просто люди, как говорит мой тренер, чемпионы. Это люди, которые выбирают самое лучшее для себя. Люди, которые идут именно своим путем. Путем достаточно сложным, потому что легкого они не выбирают. Но это люди, которые изменились, трансформировались. То есть, это люди, которые, причем, знаете, они неосознанно шли. Не все идут, знаете, к каким-то осознанным переменам, трансформациям в своей жизни. Но вот именно на протяжении всей своей жизни это люди, которые не останавливаются и постоянно меняются. Потому что основная часть людей, она не меняется. То есть, как бы нам не хотелось верить в иллюзию, в то, что мы прям вот можем кардинально, да, кардинально измениться, это иллюзия. Меняются только те люди, которые действительно этого хотят, которые действительно прикладывают к этому какие-то усилия. Которые действительно совершают какие-то действия. Очень часто ошибаются люди, которые рискуют. Но ключевое здесь, это именно дух победителя. Это люди, которые стремятся улучшить свою жизнь, усовершенствовать, сделать их жить позитивной, которая бы удовлетворяла их самих. И люди, которые бесконечно находятся на каком-то своем выборе. И, как правило, это люди, которые действительно задаются вопросами в контексте. Кто я и вообще, почему я здесь? Куда я иду? Да, то есть, это люди, которые задаются вопросами. Проще говоря, это живые люди. Это не роботы. Это не те люди, которых сломала жизнь. Опять же таки, потому что было что сломать. Это войны по своему духу, люди, которые падают, но умеют вставать. То есть, по сути, ваши идеальные собеседники, это люди, которые чем-то похожи на вас. И почему они являются для вас идеальными? Являются, потому что и жизнь вам интересна. То есть, им есть чем с вами поделиться. Им есть о чем с вами поговорить. Что рассказать. То есть, человек, который проходит по органу суду, это не просто человек, у которого жизнь может измениться простым переездом. А это люди, которые могут, например, начать в одной сфере, добиться какого-то успеха, потом легко от нее отказаться и начать заново с нуля какой-то путь в другой сфере и также прийти к какому-то успеху. То есть, это люди интересные для вас. Они интересны для вас своей жизнью, своим опытом, своим взглядом на жизнь и путем, который они проходят. Поэтому в чем-то они на вас похожи. Но вот у этих людей есть некая такая активность. То есть, они активные по жизни. Вы же у меня считываетесь больше пассивными. Это не говорит о том, что вы ничего не делаете, но это говорит о том, что вы не принимаете каких-то кардинальных, ненужных для вас, на ваш взгляд, перемен. Вы способны на это, но вы не всегда это делаете. И поэтому для вас эти люди активные и являются идеальным собеседником, потому что вы через их рассказы можете проживать то, возможно, чего вы хотели бы. Но как-то, не знаю, не добились, не пошли, не сделали. То есть, например, это люди-путешественники, которые живут в доме на колесах, выбрали такой образ жизни. И вот вам интересно с ними разговаривать. Почему? Потому что, возможно, это какая-то ваша мечта. Также путешествовать, работать на удаленке, иметь определенный доход. И ни от кого, по сути, не зависеть и быть в единении с природой. То есть, вам интересны такие люди, которые реализовали, по сути, ваши какие-то идеи, ваши какие-то мечты. Но вы их не реализовали, потому что, может быть, струсили. Может быть, не получилось. Причин может быть много. Но, глядя на них, вот вам очень как-то, вы как будто бы, знаете, слушая их, вы проживаете то, что могли бы прожить вы на их месте. То есть, я не знаю, как. Это, знаете, как в театре. Приходишь в театр, смотришь какую-то пьесу. А актеры играют настолько живо, настолько естественно, настолько мастерски, что ты сливаешься с главным героем, либо с одним, либо со всеми. И проживаешь, по сути, в роли этого актера. И тебе кажется, что это ты играешь на сцене, да. Что это ты проживаешь жизнь главного героя. То есть, настолько мастерски актер умеет включить зрителя в то, что он транслирует, что по окончанию пьесы люди начинают аплодировать, да. Почему аплодируют? Не потому, что так принято. А аплодируют, потому что они действительно прожили то, что разыгрывалось на сцене. Вот это вот прям вот про вас. Это вот про вас. Плюс ко всему, интересно, с такими собеседниками действительно интересно поговорить. О чем? О чем поговорить? О чем? О развитии, видите. О, не знаю, о каких-то дорогах, путешествиях, о том, как они приняли решение, рискнули и пошли дальше, да, что-то получили. О чем можно разговаривать с императором, да. О его каком-то, знаете, здесь даже ни о чем. А вот именно про императора я бы сказала, что вы перенимаете его дух. Вот это вот состояние уверенности, это состояние, знаете, какого-то внутреннего стержня, да. Да, вот веет от этого императора таким, знаете, силой какой-то. Именно здесь идет какая-то, знаете, такая прекрасная невербальная энергия внутреннего стержня, да. То есть человек, который четко знает, что он хочет, он получает, он добивается. Вот именно то, что мы говорили здесь, шестерки жезлов победителя, да, только это вот более такой, знаете, уверенный человек, который может убеждать своими словами, может как-то управлять процессами. Здесь вот прям ощущается некая такая масштабность. И это очень интересная масштабная личность. Вот прям такая, вот понимаете, здесь энергия этого императора, она вам близка, у вас ее нет, но она вам созвучна. Это, скорее всего, то, каким вы хотели бы быть, да, каким, возможно, самообладанием, которое вам в каких-то моментах не хватает. Либо какой-то вот упертости, упрямости, да, где-то вот быть непоколебимым. То есть здесь, скорее всего, вы не то чтобы говорите на какие темы, да, с императором, а скорее хотите быть похожим, он для вас является примером. Но примером не в контексте вот это ты, это я, да, как некое такое разделение, а пример, вот вы опять-таки проживаете эмпатично состояние этого императора. То есть в его окружении это может быть как через переписку общения, это не обязательно вживую. Но вы прям вот чувствуете вот этот дух, вы вдохновляетесь этим, то есть вы наполняетесь энергией императора. И вы прям вот кайфуете сами от себя в этот момент, поскольку вот это вот состояние, оно вам очень-очень нравится. Возможно, оно у вас не всегда бывает, но вот когда вы смотрите на этого человека, да, либо вы разговариваете с такими людьми, это может быть не один, это может быть несколько людей. Возможно, вы где-то видите этого человека. Вот именно та аура, которую он излучает, она вам прям, не знаю, как-то вот вдохновляет настолько сильно, вы прям ощущаете эту мощь. То есть здесь даже не про беседы, а будучи в пространстве этого человека, вот вы прям, то, что вы чувствуете, вам это нравится. Вы прям влюбляетесь в себя, когда вы находитесь в таком состоянии. Может быть даже какое-то любование собой, что вот у меня, вот я вот в такой энергии, вам это очень нравится. А еще о чем вы можете разговаривать, ну вот императоры, императрицы. Смотрите, для кого-то вы можете разговаривать о семейной жизни, да, причем это люди такие достаточно сейчас счастливые именно в семье. Это не говорит о том, что у них нет каких-то проблем, трудностей, но здесь, возможно, какая-то и семейная пара, и вот глядя на них, да, вы прям очень радуетесь. То есть, опять же таки, если у вас нету семьи в вашем понимании идеальном, да, там, где есть партнер и партнерша, ну, в общем, два партнера, то вот глядя на таких людей, да, вы прям через них как будто бы проживаете то, что вам не достает. Вообще, в общем, здесь такое ощущение, что не сама беседа, не сама тема беседы вам столь важна и интересна, сколько мне просто здесь, знаете, показывают, как фильмы, документальные фильмы на Нетфликсе, да, вот смотришь, там, герои, кто-то кого-то спасает, что-то делает. Вот это вот настолько вас вдохновляет, вам как-то вот какое-то состояние появляется внутри вас, какая-то радость, и вам это очень нравится, да, и вот здесь примерно что-то такое. Вот вы видите каких-то таких людей, может быть, это семейная пара, да, либо там какая-то вот счастливая семья, и вот вы смотрите, и здесь не то, что вы радуетесь за них, это тоже есть, но это как будто бы как некий такой шанс прожить то, чего вы не можете прожить, вот через них, вот здесь опять же-таки такая энергия идёт. Помимо семейных ценностей, да, вы можете разговаривать про изобилие, гармонию. Вот здесь какие-то такие, знаете, взрослые люди, не биологические, а именно зрелые люди, вот и вам нравится беседовать, но тема какая? Тема беседы. Восемёрка мечей. Скорее всего, как преодолеть какие-то трудности, какие-то невзгоды, да, как выйти из сложившейся обстановки. То есть, скорее всего, они для вас являются учителями в некоторой степени, как я здесь говорила, по аркану суду. Возможно, они чего-то добились, да, что-то добились. И вот вы интересуетесь их мнением, да, как мне получить то, что я хочу, либо как проработать какие-то качества в себе, либо по пятёрке пендаклей, да, как научиться ценить себя, так как ценит себя, например, императрица. Так, а ещё тема беседы. Ну, о каких-то, возможно, желаниях, новых начинаниях. О трудностях, невзгодах, но здесь не про нытьё, ни в коем случае. А здесь, скорее всего, поскольку выпадает всё-таки шестёрка жезлов, как преодолеть. То есть, вот вам важны беседы, да, про трудности и невзгоды. Не в контексте пожаловаться, не в контексте поныть, а в контексте того, что вот, смотри, у меня есть такая задача, да, вот как бы ты поступил, да, вот что бы ты сделал, либо что ты мне можешь порекомендовать, что ты можешь рассказать на этот счёт. Опять же таки, это могут быть не живые люди, а это может быть, вот опять-таки, почему-то фильмы показывают. То есть, может быть, вы смотрите как-то, либо документальные, либо как-то вот жизнь блогеров каких-то, да, но блогеры не в контексте людей, которые показывают там свой сомнительный успех, а люди, которые действительно чего-то достигли, да, и, например, если это императоры, у нас здесь выпадает финансовая сторона вопроса, да, то это люди действительно состоятельные, которые говорят по существу, по делу, да, вот на что нужно обратить внимание, да, где, как выстроить какую-то свою модель поведения, таким образом, да, чтобы были, например, деньги. То есть, люди по существу говорят, без приукрас. Ну и ещё последний аркан, да, какие беседы вам были бы интересны. Ну и, конечно же, про любовь, про что-то такое, знаете, доброе, доброе вот что-то про нежность, да, что-то, что будет вызывать в вас, помимо состояния любви, вот какое-то, знаете, вдохновение, вдохновение, вот что-то такое чистое, что-то такое чистое, приятное. Но в большей степени здесь даже ещё и речи о любви. То есть у меня здесь, знаете, выходят энергии профессиональные, да, как добиться чего-то, вот как формат самосовершенствования в некоторой степени. И вторая часть — это личная жизнь, именно о любви, но не просто, там, как найти себе какого-то партнёра, а именно в контексте семейности. То есть вот как живут семейные пары, да, как у них получается, как они договариваются, как они, там, я не знаю, ссору свою проживают, как они потом мирятся. То есть вот здесь какие-то такие моменты, да, вот именно в контексте семьи, то есть личная жизнь, но это конкретно именно семейный формат. И, то есть это не любовный такое, и самосовершенствование, и профессиональная сфера, то есть реализация себя в социуме. Вот такие моменты вам интересны. Ну и я уже сказала, да, про самопознание, самосовершенствование, вот здесь тоже такое есть. Вот, вот такой был первый расклад, да, первая позиция. Первая позиция прям здорово, да, император, императрица. Интересно вышло. Итак, смотрим с вами вторую позицию. Красный камешек, двоечки. Смотрим вас. Ваши идеальные собеседники. Какие они? Орицель мечей. Шпиндак, Лерка на смерти. Ваши идеальные собеседники. Знаете, такое ощущение, как будто бы какие-то такие молодые, то ли молодые души, то ли люди молодо выглядят, то ли по духу молодые. То есть вот здесь вот какая-то юность и молодость идет, да, Паша, Рыцарь. Люди, которые что-то изучают, что-то, чему-то учатся. С одной стороны. А с другой стороны, это люди, которые движутся по жизни и ставят какие-то цели. Вот вам интересно, то ли каким образом они достигают этих целей, то ли, ну, то есть это один вариант. Причем именно то, как люди отстаивают свою позицию, то, как люди движутся, ну, если не только к целям, вообще как-то что-то реализуют. То есть здесь какое-то вот движение идет, какой-то опыт в этом направлении. Вам интересно про это говорить. Также здесь интересно говорить о каких-то новых знаниях, о каких-то новых интересах, ценностях. Здесь человек очень внимательный, очень любознательный, человек, которому, знаете, вот, как этот, да, дотошный вот человек, который, знаете, обращает на какие-то детали. И вот он не просто спрашивает ради того, чтобы что-то спросить, что-то узнать. Нет, он будет задавать много вопросов, но такие, которые вот имеют какой-то конечный результат, какую-то цель. То есть вот он что-то, в чем-то хочет разобраться, что-то хочет понять. Вот. Так, с чем здесь связано еще обучение, да, вот мне просто интересно. Обучение, обучение. Ну, здесь возможно обучение, либо как раскрыть какую-то свою способность, как раскрыть свой дар, либо как познать вот все, что связано с эмоциями, с какими-то состояниями, да, безусловно, может быть любопытна и интересна тема любви, вот, счастья. Такие моменты тоже могут быть. То есть вот разговаривать на эту тему. А вот по Аркану Смерти, по Аркану Смерти, видите, десятки выпадают. Семья. Не совсем непонятно. У меня такое ощущение, что здесь как будто бы люди, которые оставили каким-то образом свою семью для того, чтобы, не знаю, вот как люди ездят на заработки, да, либо люди, которые оставили позади какое-то свое прошлое, и пошли вот какой-то к лучшей жизни, да, к лучшим условиям, не знаю, жизни, качествам жизни. То есть люди, которые двигаются, ну, не просто двигаются вот в контексте там развития либо еще что-то, а как-то вот улучшить свою жизнь. И плюс ко всему, это люди, которые вот как-то себя лишают полного семейного счастья, да, когда вот один человек уезжает, но уезжает не потому, что, ну, то есть расставание, идет, потому что не сошлись люди характером, либо еще чем-то, а вот вынужденная какая-то вот поездка там, где, не знаю, не важно, один из партнеров, я не говорю, что это только мужчина, это может быть и женщина, который вот, знаете, вот куда-то уезжает и приезжает, то есть как-то работает для семьи, а может быть оба, да, работают, то есть вот это люди, которые вот как-то с переездом здесь связано, может быть, с эмиграцией, да, то есть люди, которые оставили что-то в прошлом и, может быть, оставили семью, оставили деньги, оставили какую-то стабильность и пошли дальше, то есть здесь какой-то такой формат, вот вам интересно общаться с такими людьми, кто еще ваш идеальный собеседник, ну верховный жриц, да, это люди, связанные с эзотерикой, причем это могут быть люди, которые связаны даже и с медициной, что-то такое сакральное, тайное, люди знания, да, но знания не какие-то открытые для вас, а именно что-то связанное с мистикой, либо то, чего не знаете вы, то есть это может быть и наукой, то есть для людей открыто, но вы в этом не разбираетесь, то есть вот вам интересно вообще здесь просто слушать и так, знаете, как умею показывать человека, который с открытым ртом внимает того, что вот ему говорят, особенно в той сфере, в которой ему интересно, и у него нету знаний, которые есть у, там, например, человека, который вещает, да, вот здесь, здесь, здесь такие, еще ваши идеальные собеседники, какие они, смотрите, третья, третья десятка выпадает, это люди, которые научились не разочаровываться в жизни, да, это люди, которые, скорее всего, научились смотреть реально на свою жизнь, люди позитивные, вот вам это нравится, которые радуются жизнью, создают ее так, как они хотят, опять же таки, в контексте семейной жизни, да, то здесь может быть, там, я не знаю, второй брак, как люди, например, нашли себе партнера, либо совместное какое-то проживание, то есть здесь не совсем может быть прям традиционная семья, здесь могут быть какие-то другие форматы, да, может быть какой-то гостевой брак, ну, то есть вот, то есть люди, которые нашли себя в каком-то своем формате, который создали, причем здесь удовлетворяет двух людей, да, то есть это не только одного кого-то удовлетворяет, а это удовлетворяет обоих, какой-то такой формат, вот, но в любом случае люди такие позитивные, радостные, о чем, о чем вы здесь говорите, либо хотели сказать, либо могли бы говорить, о том, как люди преодолевали, преодолевали свои какие-то страхи, может быть что-то такое позитивное, можете говорить о каком-то движении, то есть здесь все связано как-то с движением, можете говорить о спорте, например, очень интересно будет, о каких-то ценностях, ну, в том числе и о религии, да, либо о каких-то божественных знаниях, о мистике в том числе, можете также обсуждать как будто бы общество, да, где люди как-то хитрее отобманывают, не идут своим путем, не реализуют свои какие-то ценности, о богатстве, о комфорте, о бьюти, да, вот вам это нравится говорить, о заботе, о внимании, ну, то есть здесь могут быть, я склоняюсь к тому, что здесь скорее всего больше какие-то такие бытовые разговоры могут быть с людьми, если мы говорим о беседе, да, когда двое людей говорят, но тогда, когда говорит один, да, это вот про мистические знания, то есть здесь как будто бы нету диалога, какого-то вот обмена информацией, вы просто слушаете, вам это нравится, если мы говорим там про мистику и все такое, про эзотерику, либо там про медицину, но, либо точные науки, либо если мы говорим про какую-то бытовую жизнь, да, то здесь идут какие-то беседы и обсуждения, вот, ну и про спорты, либо здесь вы можете еще зависать на каких-то форумах, где изучаете вот тематику переездов, переездов, да, какой-то дороги, может быть дополнительные источники заработка, но на удаленке, вот на данном этапе для вас вот это вот важно, опять же таки мы говорили про идеальных собеседников, и возможно вот я говорю там, например, зависаем на форуме, это не значит, что это всегда, да, то есть помните, что все расклады, они в момент здесь и сейчас, и то, что нам нравится, это то, что для нас актуально на данном этапе, ну, если для вас там переезд важен, либо подработка, либо еще что-то, конечно же, вот для вас это будет на данном этапе что-то такое идеальное, то есть когда мы говорим идеальное, это не значит там что-то может быть, такой, я не знаю, возвышенная философия, психология и так далее. Нет, у кого, как говорится, что болит, тот о том и говорит, и это является идеальным. То есть вот по словам идеальное, это то, что подходит на пике именно для вас. Просто хотела уточнить этот момент. Так, это вторая позиция. И мы с вами переходим к позиции номер три и к зелененькому камешку. Троечки, давайте посмотрим вас, ваши идеальные собеседники. Какие они? Двойка кубков. Люди наполненные, люди, которые находятся в гармонии, любви, ваши идеальные собеседники могут быть ваши партнеры. То есть это ваши мужья, либо жены. Как мы говорим, условно говоря, вторые половинки. Либо это могут быть люди, с которыми вам комфортно, гармонично, с которыми вы чувствуете какое-то родство, близость, душ. Ваши идеальные собеседники – это люди, которые работают каким-то образом с информацией, либо соприкасаются с информацией. Либо люди, которые что-то изучают, задают очень много вопросов. Знаете, такое ощущение, как журналисты какие-то. Вот мне почему-то идет. Либо люди-исследователи, которые что-то ищут, находятся в каком-то поиске. Также для вас идеальными собеседниками могут быть ваши дети, которые задают прям очень много таких вопросов. Маленькие дети задают разные интересные вопросы. И порой не знаешь, как им ответить. Почему? Потому что простыми словами не получается. А что-то такое сложное, чтобы объяснить какую-то конструкцию, которой они интересуются. Например, почему звезды не падают. Попробуй объясни. Это же не скажешь, там они как-то приклеены. Надо как-то простыми словами объяснить, как устроена Вселенная и что есть звезды. Но если это объяснять, то для маленького ребенка это будет сложная информация для понимания. Значит, найти какие-то простые слова. Простыми словами не получается. И поэтому интересные собеседники, они здесь в данном случае заключаются в том, что вы начинаете включать свой мозг, как опираясь на ту базу знаний, которая у вас есть, донести простыми словами, понятными словами, до маленького ребенка. И поэтому вот в таком формате вам интересно. Либо кто-то здесь ощущает, что опять же такие маленькие дети, когда задают какие-то такие интересные вопросы, это очень мило, это вот прям как-то вас радует. Вот в таком формате, в таком контексте для вас они являются прекрасными собеседниками. Либо, если это не маленькие дети, то это юность какая-то. То есть люди, которые вдохновляются. Возможно, смотрите на молодежь, которая придумывает какие-то интересные способы заработка. И вы думаете о том, что мне бы никогда в голову такое не пришло, на каких-то таких фишках зарабатывать. Либо делать такие ролики, которые будут набирать такие просмотры, и в конечном итоге это будет приносить доходы. То есть я бы так и не подумала. Вот вам нравится вот эта вот молодая энергия, наполненная идеями, какими-то бесконечными вопросами, любознательность. Кто еще может являться вашими идеальными собеседниками? Но здесь вот если смотрим, то получается как будто бы семья. Ваш партнер и дети для вас являются. Такой узкий круг. Кто еще может быть для вас идеальным собеседником? Очень умные люди. Люди умные, в данном случае может быть женщины, эрудированные. Люди, которые заряд в корень. Может быть, люди, которые обладают даром, предсказанием, ясновидением. Люди, которые умеют управлять своими эмоциями. Ну, я бы сказала, такие мудрые люди. Это могут быть даже ваши друзья. Ну, то есть это люди, опять же таки, знаете как? Здесь две энергии у меня идут. Одна энергия семейная, такая более близкая, родная, родство душ. А другая энергия здесь идет по дистанции. То есть вам интересно, но здесь вот именно в контексте беседы с очень умным, эрудированным, интересным человеком. Начитанно поговорить, но это есть дистанция. То есть вы как будто бы обмениваетесь информацией, либо наоборот получаете информацию от этого человека, но здесь нету беседы по душам. То есть здесь больше интеллектуальные какие-то беседы. И еще кто ваш идеальный собеседник? Люди, которые получают удовольствие от своей жизни, такой комфортной жизни, их в принципе все устраивает. Король кубков. Да, люди, которые, знаете, умеют как-то расслабляться, умеют получать удовольствие от жизни. Люди, которые понимают психологию, в том числе. Возможно, это люди, которых вы очень хорошо знаете, и они из прошлого. Также для вас идеальными собеседниками являются люди, которые развиваются как-то вот в духовном направлении, опять же таки, у которых есть какой-то вот контакт с Высшим Я, либо люди, которые медитируют. И что для вас немаловажно, вы держите дистанцию от людей. То есть это те люди, которые не очень-то и активничают. Что четверка кубков, что четверка мечей говорят о некой такой пассивности. То есть это те люди, которые не лезут вам в душу. Вот для вас это важно. То есть если мы хотим поговорить, мы просто хотим поговорить. Не надо спрашивать о личном, не надо лезть, там как-то копаться, что-то вскрывать. Даже если по королю кубков, то есть человек, который хорошо разбирается в психологии, это человек все равно тактичный. Он не будет задавать какие-то там вопросы, чтобы там что-то вскрывать. Вот этого делать не надо. Это вас очень сильно напрягает. Вы и так, ваш круг общения, он ограничен, условно говоря, вашей семьей, очень близкими вам людьми, которым вы можете доверять. И поэтому другие люди, вы с ними можете говорить, но все время держите какую-то дистанцию. Мне здесь это показывает. То есть те, которые не лезут вам в душу, ваши идеальные собеседники. Не знаю, люди, которые как-то вот тоже, как-то сказать, тревожные, возможно, это люди, у которых есть так же, как у вас, панические атаки. То есть здесь перегружено, как будто, опять же таки, это как вот на данном этапе, идеальный, вот на данном этапе для вас. Почему? Потому что вот вы как будто бы здесь сейчас тревожитесь, и вам нужны которые люди, которые бы вам как-то не то чтобы объяснили, в чем причина ваших панических, а так, чтобы вы видели, что вы не не одни такие, что есть другие люди, у которых схожие какие-то проблемы с вами. Именно в контексте тревожности и беспокойной психики, понимаете? Потому что, глядя на них, вы как будто бы успокаиваетесь сами, то есть сравнивая, сопоставляя, противопоставляя себя этим людям, вы понимаете, что да, я не одна, значит у меня все хорошо, то есть вот есть еще и хуже, как будто бы, вот что-то такое здесь очень важно, но это люди какие-то тревожные, за что они здесь тревожатся и беспокоятся по поводу какого-то выбора, не могут определиться с чем-то, поэтому здесь для вас это тоже важно. Видите, то есть люди, которые хотят исцелиться, и вот я говорю, есть здесь что-то связанное с паническими атаками, с тревожностью, то есть вам интересны эти люди, потому что вы тоже хотите решить какую-то такую задачу для себя, и поэтому беседы, диалог на эту тему, то есть как решить то, что вас тревожит, что вас беспокоит, либо есть какое-то чувство вины, либо какие-то страхи, сомнения, вот такое состояние души, как исцелить, вот вам интересно такие люди, либо как они это делают, вообще почему вам это интересно, здесь может быть А вариант, потому что это есть у вас, и вариант Б, потому что вам нравится психология, и вот в контексте психологии моменты, связанные с кризисами, то есть как люди справляются, и наблюдая за ними, вы возможно делаете для себя какие-то выводы, то есть если это, например, в контексте вашей работы, то это вам помогает обогащать ваш опыт и понимать как метод терапии, то есть какую давать таким людям, либо вообще вот вам интересно почему-то вот это направление в психике, я бы сказала здесь даже не психологи, а психотерапевты, то есть здесь лечение, либо если это лечение по аркану умеленности, то это какое-то нетрадиционное лечение, может быть иглоукалывание, то есть поэтому люди восприимчивы к такому формату лечения психики, вот вам это интересно, и это направление вообще вам интересно, может быть там знаете какая-то японская система медицины, как рефлексология, да, когда вот эти вот как их точки оккупантные, как-то вот как-то такое слово есть, я не могу вспомнить, но то есть конкретные точки, да, где ты нажимаешь например на ноги, либо вообще на теле, какие-то конкретные, которые либо снимают болевое какое-то напряжение, либо помогают в исцелении, либо здесь еще и вот то, что я сказала игла около вне какая-то нетрадиционная медицина вот вам нравится восточная здесь есть такое о чем еще вы можете говорить о чем еще вы можете говорить о совместном каком-то построении чего-то нового да, то есть как например в команде что-то выстраивать либо как сообща с кем-то что-то можно сделать либо вам интересна тема самосовершенствования да, то есть как я причем самосовершенствование не через эзотерику а через самопознание да, то есть вот то, что я говорила скорее всего через психологию либо через какие-то другие моменты да, самосовершенствование своей души то есть как понять да, как понять опять же таки да, здесь могут быть хроники акаши медитации вот в этом направлении да, как вот через это направление я могу контактировать со своей душой и понимать ее целить там психосоматика вот эти вот все направления вам интересны еще о чем вы можете разговаривать о каких-то переменах переменах внезапных да, разрушениях как выйти например из зоны комфорта удобства как что-то разрушить как что-то поменять изменить то есть любые перемены вам интересно как прийти к балансу но при этом знаете как не ограничивая себя в чем-то то есть как не жертвовать собой либо вообще чем-то как не останавливаться но при этом войти в состояние баланса либо как сделать какой-то выбор темы причем эта тема они не должны быть избитыми это темой должны быть как-то вот под другим углом какие-то другие взгляды поэтому я и сказала что какая-то не совсем традиционная медицина либо не совсем традиционные подходы вот вам такое очень интересно на такие темы беседовать вот такое у меня было сегодня расклад и третья позиция всех благодарю за внимание за ваши комментарии за ваши лайки за то что вы пишите и остаетесь со мной хочу пожелать всем приятных осенних выходных берегите себя любите себя побольше обнимайтесь побольше касайтесь друг друга и радуйтесь жизни а я прощаюсь с вами всем отличных выходных пока-пока